Да, ребята, это трёшечка. Ну, я же говорил, что это дека просто, ну, тут не нужен с ней скилл. Привет всем, дорогие друзья. Ну что ж, нахожусь я на своём аккаунте, и вот скоро у меня уже 4 900. И как я обещал, я вам покажу онлайн-атак, и с каждой лигой, когда я буду приходить, я буду это снимать на видео. Вот сегодня, я думаю, что мы зайдём на 4 900. Я надеюсь, вы оцените лайком. Чем больше лайков, тем больше мне мотивация апать дальше, показывать вам колоды. На прошлом ролике вы набрали больше 3000 лайков. Ребят, я очень бы хотел, чтобы вы поддержали меня и в этом выпуске. Давайте также наберём 3000 лайков в следующем выпуске, как можно быстрее постараюсь записать, ну, 5200, либо какую-то новую колоду. Также, ребята, кто помнит этот ролик, где я донатил 56 тысяч гемов и тратил их на видео? Ребята, я там запустил крутой конкурс на бесконечное количество гемов. Всего лишь уже подписаться, поставить лайк, ну и репостнуть в группе видео. Ссылка в описании на группу. И всё. И чем больше будет активности, чем больше будет репостов, тем больше получат гемов победители. Будет там несколько призовых мест, поэтому кто ещё не участвует, обязательно участвуйте, потому что, может, кто-то не знал. Подпишитесь на канал, лайк поставьте. Можете видео пересмотреть там, где я трачу гемы, чтобы подробно изучить все условия. И также я планирую, ребят, скоро задонатить ещё 100 тысяч гемов и потратить их на видео. В общем, если вы лайком поддержите и подпиской, я это сделаю. Ну что, ребят, дека выглядит следующим образом. И эту деку вы уже видели в прошлом видео, потому что, ребята, я её составил чисто по фану. Я не думал, что я так... ну реально, она мне так зайдёт, и я быстренько сделаю 4900. Я планировал показать вам другую колоду. Но эта мне дека очень зашла, и я хочу с ней закрепиться и ещё раз показать какие-то онлайн-атаки. И реально, блин, она мне нравится. Мне по фану играть. Возможно, некоторые скажут зашкварно играть с Коргигом, ребят. Но это, возможно, и да. Но я же вам показывал деки и с Хогом, и с Кладбищем, с Гигантом я только не показывал. И с Шариком, с Големом показывал. Ну, куча разных дек. Но вот пришло, наверное, время, очередь Роял Гиганта. Следующих видео покажу с другими картами, которые вы попросите в комментариях. Ну и мне ещё немножко нужно прокачать. Надо, в общем, 100% донатить 100 тысяч гемов. Надеюсь, вы не будете сильно хайдить то, что Ролл Гигант в колоде. Хотя я буду в основном играть Мортирой. И я предлагаю, ребят, пойти в бой. И надеюсь, вы меня поддержите в комментариях. Поехали, ребят. Итак, подбирается мне 12 уровень противник. Вот здесь уже на 4900 мне нужно быть крайне внимательным. И очень всё делать правильно. Потому что до 4600, ну, я играл так. Просто, что попало, выбрасывал. Тащил реально прокачкой. Здесь уже так не получится. Тут нужно играть грамотно. Поэтому будем сейчас стараться. И надеюсь, что сделаю 4900 без поражений. Итак, давайте здесь миньончика. Убиваем дракошку. Он 7 уровня. Так, принц. Так, так, так. Ну, давайте, наверное, Мортиру поставим. Кстати, удивительно. Я не знаю даже, что это за колода. Но вполне возможно, ребят, это дека с пекой. Потому что принцев я очень редко вижу. И малейшего понятия не имею, что у него там. У меня уже есть Коргигант. В принципе, можно его... А, Хог, Хог, Хог. Давайте здесь Варваров. Очень хорошо контрить Хога. Это не армия скелетов, которая запомбивается. Так, я предлагаю сразу Коргиганта выбросить. Пока у нас стоит Мортира. Она будет ассистить моему Гигу. И подкинуть еще миньончиков. Ага. Но тут не получится ассист, потому что по воздуху не бьет Мортира. Окей. Все равно мы урона... Ладно, тогда мы тут законтрим Фаером все это. Бросаем Фаер. Отлично. Пока что он лидирует. Потому что он и справа, и слева нанес какой-то урон. Хотя я на одной вышке нанес больше. Но там незначительная разница. Поэтому пока он лидирует, действительно. Ну окей. Я приблизительно понял, что у него за колода. Я уже увидел, по-моему, 5 карт его. Поэтому я буду уже знать, к чему мне быть готовым. Так, давайте лучницы. Значит, у него Фаер есть, да? И он, скорее всего, сейчас потратит. Скорее всего. Так, давайте здесь банду. Блин, блин. Миньончиков надо, не надо. На, надо, надо. Или, блин, не, ну лишние были. Я поспешил. Поспешил, потому что думал, что еще миньоны будут наносить урон. Так. А вот, ребята, сейчас у меня проблемы. Потому что... Контрить мне вот эту связку сейчас нечем. Сейчас прилетит Фаер, и все. И... И все плохо, ребят. Все очень плохо. Блин, приходится тратить Фаербол. Вот настолько я сыграл сейчас некрасиво и неправильно, что... Ну, реально. Здесь я играю неаккуратно. Очень много трачу эликсира. Очень все нерационально выбрасываю. И... Так. Мы по правой пошли, да? В стороне. Но я все равно буду оттачить левую. Давайте. Тут миньончиков. Сейчас будет принц Амонконтрить, скорее всего. По идее, должен. Не знаю. Миньончики кривые. Потому что сагрилась вышка именно на них. Тут мы бросаем Фаер. Так, ребятки. Наносим урон. Проходит. Проходит ДПС. Неплохой. Так. Давайте здесь банду. Готовимся к Хогу. К Хогу готовимся. Надеюсь, сейчас будет зап. Давайте я выброшу вот так. Мортиру. А здесь лучниц. Здесь лучниц. Так. Я знаю, что у него еще миньончики есть. Поэтому... Так. Мне остался один Фаер. Один Фаер кинуть направо. Так. 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 Быстрей. Быстрей. Так. Здесь вот так. Здесь вот так. И победа. Пух. Блин. Я очень много делал ошибок. Ну, вы видели, да? Где не нужны были миньоны, я их тратил. А тут вообще каждая капля эликсира очень важна для нас. Ребят, плюс 28 эликсира. На самом деле потненько. Я хочу, чтобы вы поддержали в комментах. И все. Поехали. Поехали. Осталось два боя. Потому что 35 кубков вряд ли я получу за одну победу. Итак, ребятки. Я только что сходил в онлайн-атаку. Проиграл. Потом выиграл. А потом ничья. То есть, я это не хотел вырезать, выпиливать с ролика. Но это уже три онлайн-атаки. И это уже плюс 10 минут. Я не хочу, чтобы ролик длился 25-30 минут. Потому что, ну, вряд ли вы будете до конца смотреть. Но, если вы напишите в комментариях, нет нам все атаки интересные. Ничья и проигрыши. И будем до конца смотреть. Окей, я не буду ничего вырезать. Я вам так покажу в повторах. Я пошел, проиграл Лаве. Но там оставалось совсем чуть-чуть хп. Я лидировал. И на второй вышке 400 хп осталось. Но он добил и правую, и шарики, ну, в общем, подловил меня. Потом я побеждаю гиганта. И играю в ничью с Хогом. Чтобы вы видели, как я играл. То есть, одно поражение было. Я вернул кубки снова назад. Поэтому вы не увидите это все. И мы продолжаем. Поехали. Итак, один с Теурином подбирается. Окей. Окей. Значит, почему, кстати, я проиграл Лаве, ребят? Я там реально все делал круто. Но я выбросил не там миньончика. Я подкинул их к гиганту. И шарик нечем было законтрить. Ну, меня подловил парень. Ну, такое бывает. Ошибки мы все допускаем. Поэтому без проигрыша играть не получится никогда. Все равно, какую бы вы деку не взяли. Но я бы там реально мог затащить. Вот. Ну, уже что есть, то есть. Так, он ставит сборщик. Сборщик. Я даже не знаю. Ну, давайте. Ну, ладно. Жду. Жду каких-то действий от него еще. Так, он не хочет контрить моего гиганта. Окей. Мы тогда поставим. Мортиру поставим, да? Это голем. Я забрал уже вышку. Но, ребят. Я хзы. Что у него там? Тремушки теры или что? Я не буду сейчас тратить фаер на сборщик. Потому что, ну, я честно боюсь. Потому что голем для меня это всегда опасно. Так, ну, мы ему... Я пока лидирую. Ну, знаете, голем это такая тема неоднозначная. Что сначала я лидирую, потом проигрываю. Не знаю. Так, давайте. Варвара равна граммоверса. Сюда мы выбросим лучниц. Убиваем его летучих мышей. Убиваем ночную ведьму. Пока что хорошо. Я думаю, что мне повезло то, что Бэйби Дрэгон полетел направо, а не налево. Так, ну вот здесь я точно не буду оставлять без внимания сборщики эликсира. На самом деле противник какой-то, ну, не ок. Ну, серьезно. Как так? Сколько ошибок? Я считаю, что ему надо было контр-гиганта, а не забивать на него. Слушайте, а давайте трешку заберем. Или не надо? Я вот не знаю. Я боюсь, чтобы... Хотя, смотрите. Тут 100 хп осталось. Мы сейчас быстренько их добиваем и будем идти топить на трешку. Да, ребята, это трешечка. Ну, я же говорил, что эта дека просто... Ну, тут не нужен с ней скилл. С этой декой не нужен скилл. Это просто изи. Плюс 26 кубков, ребятки, осталось 11. 11 трофеев. Правильно же? Да, 11. Да, 11. Я прошу вас, ребят, поддержать. Ваша поддержка, вы не представляете, как она много значит. Когда я захожу и смотрю в комментариях, где я просил вас поддержать, и вы пишете. Да, давай, лайк поставил. Тащи там. Мне это очень реально приятно. Я вам благодарен всем тем, кто меня поддерживает. Хейтеры тоже, в свою очередь, меня поддерживают работать над ошибками. Но все же я прошу вас в комментах поддержать. Поехали в бой. Я знаю, что все равно сделаю 4 900. Но я хочу сделать на видео так, чтобы это все было без поражений. Я могу просто слиться. У меня есть такие моменты, что я вот-вот уже на грани до цели, уже достиг цели. Но остается одна игра, и все, и череда поражений. Если у вас такое было, ребят, пишите в комментариях. Это просто. Надеюсь, такого сейчас не будет. Отличный фриз. Гоблины остались у меня в живых. Точнее, не в живых, а не под заморозкой. Поэтому хога мы уничтожаем. И, ребят, мне кажется, эликсира у него сейчас очень мало. И мы можем сейчас перейти в атаку. Плохо то, что все юниты позади гиганта вышли вперед. Но ничего. Урона мы нанесем больше, чем он. По идее. Да, уже больше урона. И еще подну тычку. Ну, не хватило немножко. Ладно, я понял. Это хог плюс фриз. Значит, я буду ставить мортиру так, чтобы он фризом не смог залатать и вышку, и мортиру, соответственно. Окей. Так. Ждем хога. Ждем хога. Ничего выбрасывать не вижу смысла. Потому что, как только я поставлю мортиру... Вот, видим, да? Вот сделаем так и вот так. Тут вот только таким макаром мы можем сейчас задефаться. И то, по-моему, хог добежит к вышке, да? Давайте еще миньончик. Блин, ребятки. Ну, нужно мне было все-таки подождать. Нужно было подождать. И бревно тоже не добивает. Блин. И снова я туплю. Вот здесь моя ошибка была. Я знал, что будет вот-вот фриз. И взял миньончика и выбросил заранее. Нужно дождаться было фриза, а потом миньонов. И возможно был... Да невозможно. Не было бы сколько урона. Окей. Так. Бум. Здесь уже варвары пошли. Варвары. Тут не хватает меня на мортиру. А, он не будет хога. У него еще нету эликсира на него. Я почему-то уже думал, что будет хог. Нет. У него хога не будет. Но я почему-то не сильно переживаю. Так как у меня есть мортира. Это реально преимущество. Так. Вот она мортира. Вот тут у нас пойдут лучницы. Интересно, фризанет он все или нет? Но если фризанет, это будет глупо. Серьезно. Отлично. Еще и тык. Вот за что я люблю мортиру с гигантом. Что я и дефаюсь, и сразу же оттачу в то же время. Ребят, дека реально крутая. Давайте фаер. Надеюсь, успею, 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 успею. Отлично. И по лучницам, и по миньончикам. Прям, прям, как доктор прописал. И тут мы бревно бросаем. И тут мы ставим мортиру. Просто красота. Красота. Так. Он потратил зап. Значит, мы бросаем банду гоблинов. Еще мортира тыку делает. Тех. Просто отлично. И подбрасываем фаер. Подбрасываем фаер. По идее, должны добить вышку. Да, с этим мы справляемся. Но теперь я поэликсирую чуть-чуть в минусе. Чуть-чуть. В атаку у меня сейчас крайне нежелательно идти. Иначе я проиграю. Значит, тут лучницы. Тут у нас варвары. Давай, фрезуй. Фрезуй. Блин, а он всех зафрезил, блин. Это обидно. Обидно. И если у него есть ракета. Если у него есть ракета. Ай, блин. Вытянул. Вытянул он последнюю тычку. Вот этот его зап последний. Его затащил. Блин. Это плохо, ребята. Это очень плохо. Потому что вот этот фаер, который я потратил. Вот не нужно было его тратить. У меня бы было побольше эликсира. Я снова туплю. Снова туплю. Так. Ну, я не знаю. Есть ли у него там какие-то спылы. Фаерболы. Там поизоны. Ракеты. Что у него? Я, по-моему, одной карты я не видел еще. Так. Здесь банда гоблинов. Или все я видел? Нет. Вроде бы нету. Вроде бы нету. Тут у нас фаербол. Спокойненько все убиваем. И сейчас подкину гиганта. Гиганта подкину вот сюда. Он варвара уже потратил. По идее, ему нечем контрить. Здесь у нас миньончики пойдут. Так. Отлично. Я успел своих. Я успел своих выбросить. Так. Тысячу хп. Тысячу хп. Снова ставим мортиру. Пятьсот. Еще тычку. Блин. Не хватает, ребят. Не хватает. Немножко. Давайте. Давайте. Бревно. Фаербол. И банда. Победа. Да. Ребята. 4 900. Просто. Изи. Изи-бризи. Плюс 29 кубков. И у меня мастер. Мастер первого. Ребятки. Ну. Оцените лайком. Я стараюсь. Реально для вас. И гема задоначу. Если вы хотите. Реально для видео. В общем. В конкурсе участвуйте. Все делаю для вас. Значит. Следующее видео будет уже. На 5200. Не. Возможно я еще сделаю ролик. На 5000 кубков. Там реально тоже весело. И на 5200 мне еще дойти. Ой. Как будет. Нелегко. Буду я бомбить. Буду стараться. Буду составлять колоды для вас. Ребят. Ну. Дека тащит. Я. Конечно же. Конечно же. Вы скажете. Что у тебя 4 карты максимально уровня. Конечно же. Вы скажете. Ты играешь с корги. То есть. Найдутся те. Кто будут придираться к чему-то. И я с вами в одном ключе соглашусь. В другом нет. Ну. Просто можно провести вот аналитику прокачки карт моих противников. Те же самые командки. 13-е, 12-е, 7-е эпики, 10-е рарки. Ничего не меняется. Смотрите. Следующий противник. Тоже самое. 6-е, 3-е легендарки, 12-е командки. Ну. То есть. Противники практически с такой уже прокачкой. Поэтому. В своем. Вроде. Да. Немножко прокачка решает. Но все-таки. Дека. Реально. Рабочая. И очень крутая. Берите. Пользуйтесь. Надеюсь. Вам мои колоды помогают. Спасибо. Ребятки. Всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Включайте колокольчик. Ставьте лайки. Скоро увидимся. До новых встреч. Ребятки. И всем. Ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok